Отказ от импорта в пользу продукции отечественных производителей. Сотрудничество крупных государственных корпораций и бизнеса выходит на новый уровень. Почти пятую часть оборудования комплектующих инновационных продуктов госкомпании должны приобретать у предприятий малого и среднего бизнеса. Основная задача сейчас сделать участие в торгах доступным для предпринимателей. Первый этап, он пройден достаточно успешно и быстро. Все реестры закупок этих компаний, а их 225, они раскрыты. И они доступны для малого и среднего бизнеса. Теперь нужно создать условия, чтобы проходили конкурентные торги и чтобы те преимущества, которые в нашем законодательстве предусмотрены, эти преимущества, соответственно, достигали свои цели. Еще один актуальный вопрос – финансовая поддержка малых и средних предприятий. Для Самарского региона развитие этого сектора экономики особенно актуально. Здесь трудится около 35% жителей. Бизнес имеет возможность получить льготные кредиты по сниженным ставкам. Поддержку оказывает Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Она активно взаимодействует с самарскими производителями. Кроме тех проектов, которые отбирали летом, если вы помните, 10 проектов, и 6 из них уже прошли, получили деньги. Мы сейчас отобрали еще 28 проектов. Примерно на 20 миллиардов рублей. Это практически седьмая часть той суммы, которую имеет Браверман в своем портфеле, гарантии, которую может дать. В центре внимания и поддержка предприятий, ориентированных на экспорт. Экспортный потенциал Самарской области как промышленно развитого региона оценивается в 3 миллиарда долларов. Предприятия, выпускающие продукцию, востребованную за пределами страны, поддержит российский экспортный центр. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.